Цвистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров, у меня в гостях советский крейсер 10 уровня под названием Москва. Давайте поговорим сейчас о нем, что это за корабль, стоит ли до него качаться, что вам придется пройти, ну и вообще как, как оно, зачем оно, как оно и как оно будет применяться в бою. Итак, давайте посмотрим с вами на советскую ветку, посмотрим, что за корабли у нас здесь будут нам встречаться, ну понятно, там начальные корабли более или менее ясно все с ними, а вот начиная с Кирова и до самого Донского корабли очень-очень похожи. Это большие легкие крейсеры, то есть они вроде как бы и легкие, не особо бронированные, но большие в размерах. У них у всех есть неплохая артиллерия, они стреляют все более-менее далеко, там на 17 и более километров, прям чуть ли не самого Кирова. Но ближний бой для них очень опасен, потому что корабли очень большие, да вообще в любом случае им очень опасно светиться, потому что в любой момент, если ты видишь на горизонте советский крейсер, ого, значит надо заряжать там ББшки на линкоре и отправлять его на дно. С Кирова до Донского в принципе ничего не поменяется, все эти корабли будут похожи друг на друга, прибавится пушек, будет прибавляться ПВО, у кого-то там появится РЛС у Чапаева, у Донского, ну и так далее и тому подобное. В общем, более или менее корабли похожи. А вот Москва корабль другой, несмотря на то, что у Кирова, Буденного, Чапаева, Донского есть торпеда, у Москвы торпед уже нет. И не только торпед нет, нет проблем с бронированием, потому что здесь у нас наконец-то появляется какая-никакая броня. Посмотрите, бронепоезд Цитадели уже 155 мм, это очень приличное количество для крейсера. И если все остальные предыдущие корабли можно назвать легкими крейсерами, несмотря на их гигантские размеры, то Москва считается как бы средним крейсером. То есть это не тяжелый крейсер, но вполне себе даже средний. Посмотрите, здесь есть всякие разные противоторпедные переборки, всякие накрутки, нашлепки и очень толстая палуба от Цитадели. 70 мм, внушительная такая, ничего себе, да, палуба. Ну и еще верхняя обычная палуба, здесь 50 мм, здесь 25 мм. Это о чем я, собственно, к чему я веду эту историю. Дело в том, что Москва за счет своего внушительного количества ХП, за счет своего неплохого бронирования может танчить. Это, пожалуй, ну не то чтобы единственное, но один из немногих крейсеров, который действительно может танковать. Для тех, кто знает, что такое американские линкоры, начиная от Северной Каролины, Норка, Айова, Монтана даже, все вы прекрасно знаете, что такое танчить носом. Встаешь вот так вот и начинаешь перестреливаться там, туда-сюда, назад, вперед кататься. Вот у Москвы, в принципе, абсолютно возможен, абсолютно такой же геймплей. То есть можно встать носом, упереться куда-то, ни особых себе бортов, никого не подпускать и постреливать из своих орудий. Их так же, как у Норки, здесь абсолютно такое же количество, 9 штук. И, кстати, калибр здесь, конечно, поменьше, но на сегодняшний момент это, пожалуй, самый тяжелый, самый мощный, главный калибр среди крейсеров, среди всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех обычных крейсеров, если не брать линейные крейсеры. Здесь 220 миллиметров. Но давайте дальше немножко о роли корабля в бою. Здесь есть вполне себе внушительная РЛС, которая действует долго, светит корабли далеко, 11,7 километров. То есть очень прилично, можно спокойно подойти к точке, включить РЛС и даже не особо бояться торпед, если там перед нами не американский Гиллинг или не Шимакадзе. Здесь очень внушительное ПВО. Здесь стоят вот такие вот мощные орудия в 130 миллиметров. Здесь есть 45-миллиметровые установки, вот такие вот. Ну и в общем ПВО здесь, вот у меня здесь практически вообще, по-моему, никакой раскачки нет. Единственная модернизация на дальность. Мы имеем 84 единиц ПВО. Много, очень много. То есть так же, как у Северной Каролины, почему она может спокойно стоять и танчить? Потому что она не особо боится самолетов, которые могут на нее там зайти, отбросаться торпедами в борт и так далее. Москва тоже самолетов абсолютно не боится. У нее очень внушительная ПВОшная составляющая. Вот. Но корабль, конечно, чего говорить, абсолютно гигантский. И если не упорываться тут в незаметность, светится он в 17,5 километров. Это, знаете, еще любой линкор позавидует. Поэтому играть здесь стоит весьма и весьма аккуратно. Ладно, давайте пробежимся быстро по характеристикам. М-65-400 живучесть. Как я уже говорил, это все-таки напоминает ближайший такой линкор восьмого уровня вполне себе даже. Бронирование до 170 миллиметров, как я и говорил, очень мощное. ПТЗ 30% для крейсера. Вообще больше внушительная противоторпедная защита. Артиллерия. 220 миллиметров плюс там. Посмотрите, какая начальная скорость снаряда. 985. Это, наверное, не буду врать, но, по-моему, самая быстрая скорость снаряда среди крейсеров. И, в общем-то, практически самая быстрая скорость снаряда в игре. Окидзуки, по-моему, так быстрее. Но врать не буду, точно не помню. Очень быстро. То есть, что это значит? Это значит, что корабль стреляет очень точно. Очень точно. Быстро летит снаряд. Ну, как точно. В смысле, быстро летает снаряд. И противник не успевает там сильно много чего сманеврировать. Прежде чем этот снаряд получить. Есть ПМКшки. Но, опять же, зачем они нам нужны? Дальность стрельбы ГК с увеличением дальности может составлять до 22 с лишним километров. То есть, практически как линкор. Но здесь, уже знаете, очень много чего можно поставить. Поэтому, вот, у меня стоит система управления огнем. А здесь, возможно, и другие варианты. О них мы тоже сейчас с вами поговорим. Что касается ПВО, уже говорил. Мощное, хорошее ПВО. Маневренность, скорость 34,5 узла. Неплохо. Циркуляция 760 метров. Ну, что тут скажешь. Это вполне себе такой большой крейсер длинный. Не линкорная циркуляция. Так что, все ок. Перекладка руля с 4 модернизацией составляет 8,7 секунд. Тоже вполне себе неплохо для большого крейсера. Но, заметно, и, к сожалению, подкачала 17,5 километров. Поговорим про командира. Здесь у меня сидит новый командир. И вот, чем это обусловлено. Дело в том, что на все советские крейсеры, начиная от Кирова и, пожалуй, ну, можно сказать, с натягом даже до Донского, нужно брать инерционный взрыватель. В Москве он не нужен. И поэтому я, если честно, оставил КЭПа для других кораблей. А для Москвы вот мне пришлось качать новую КЭПа. Здесь у меня стоит артиллерийская тревога для того, чтобы знать, когда тебе пришлют плюшечку издалека. Здесь поставил я отчаянный. Вообще, в последнее время мне очень понравился этот перк. Он дает очень внушительную скорость перезарядки. Здесь у меня мастер на все руки, чтобы перезаряжать все наше РЛС, там, ремонт и так далее, и тому подобное. Дополнительный заряд к ПВО, к РЛС и к ремонту. И здесь я взял противопожарную подготовку. Наверное, если у меня было больше перков командира, я бы взял что-то еще. Но вот, кстати, на вот этой вот полке чего-то такого прям необходимого, вот, пожалуй, кроме мастера маскировки, я бы здесь вам не посоветовал. Далее, модули. Здесь основное вооружение, все понятно. Здесь у меня взята модернизация на ПВО. Но здесь также можно взять и вот этот модный заградительный огонь, ПВО, который увеличивает время работы. Можно взять точность орудий. Поворот орудий, пожалуй, здесь не нужен. Крутятся они здесь более-менее оперативно. Здесь, опять же, можно взять орудия главного калибра. Можно взять ПВО, если вам с ПВО проблема. Ну, на Москве проблем с ПВО особых нет. Поэтому, я думаю, что выбирать стоит между вот этими двумя модернизациями. Здесь у нас система РБС заживучесть, рулевые машины. И сюда я воткнул поисковый РЛС модификация 1. А можно взять, опять же, если будете упараться в маскировку, систему маскировки и маскировку командира. Таким образом, вы маскировку прокачаете, можно сказать, до самого возможного и невозможного. В общем, вот такие дела. Вот так вот я перки разбросил. Ну что, давайте посмотрим на корабль в бою. Как она работает? Это малышка. В общем-то, весь геймплей Москвы выглядит приблизительно вот так. Вы гуляете где-то на достаточно отдаленных расстояниях от противника. И за счет того, что орудия у вас супер-пупер-мега-точные с дальних расстояний, наносите урон. Это, в принципе, в идеале и должно происходить. Потому что, ну, потому что, потому что советский крейсер так играет в принципе. Но, к сожалению, конечно, поиграть так удается далеко не всегда. И приходится куда-то поближе передвигаться. Возможно, где-то и танковать. Как танковать на Москве? Да очень просто. Практически так же, как и на норке. Встаете носом и начинаете стрелять быстренько-быстренько по противнику. Но, в отличие от норки, ваше орудие стреляют где-то в три раза быстрее. Зачастую, правда, линкоры напоминают, что Москва это все-таки не норка и вообще ни разу не линкор, а все-таки крейсер. И пробивает нам цитадель через палубу. Но, друзья, расслабьтесь. Это бывает не только на Москве, но и, в общем-то, и на той же норке это иногда случается. Бронирование палубы у нас 50 плюс 90 миллиметров, что, в общем-то, достаточно прилично. И, так сказать, что прямо, знаете ли, через залп у нас выбивают цитадель. Нет, такого не бывает. Если мы ставим модернизацию на РЛС, то она действует целых 35 секунд. При радиусе действия в 11,7 километров это очень прилично. Но, к сожалению, одновременно с этим Москва начинает светиться на 17 километров. И это достаточно болезненный вопрос. Решить эту проблему можно достаточно быстрым занятием позиции, чтобы лишний раз урон там в тонкие борта не принимать. Если позицию заняли, встали носом к большинству противников. Окей, все неплохо. Пробить нас будет сложно. Ну, а вот, если не успели, все-таки это по-прежнему крейсер. Причем большой крейсер, в который очень даже запросто можно попасть. Посмотрите, кстати, на соседнюю Москву. С другой стороны она занимает совершенно такое же положение, как и я. То есть, один борт утыкивает в остров, чтобы по нему не настреливали. И с носа стреляет по нашим союзникам. Самое, что есть правильная тактика. Если бой протекает в правильном русле, это в принципе все, что будет делать Москва. То есть, стоять и стрелять по целям, по которым, возможно, другие просто не дотягиваются. Таким образом их там поджигать, наносить урон. Пушки точные попасть достаточно просто, даже на 20 километров и даже по эсминцам. Поэтому проблем, в принципе, минимум. В этом бою 38 тысяч настрелянных фугасами и 50 с лишним тысяч пожарами. Ого-го-го. Все это, конечно, не означает, что Москве не нужны ББшки, которыми она, к слову, совершенно запросто достает цитадели даже из линкоров. Просто в этом бою не пригодились. Если видео показалось вам интересным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте. Александр Петров с вами. Увидимся в бою. Всем пока. Если вам нравится наше видео, обязательно подпишитесь на канал. Сделать это можно вот так вот. И обязательно включите уведомления о новых видосах и стримах, чтобы не пропустить ничего-ничего-ничего и быть в курсе всего самого нового и распоследнего. Также обязательно вступите в нашу группу ВКонтакте, где каждую неделю проходят шикарные розыгрыши. И ежедневно случаются всякие смешные картинки, звуки, конкурсы и прочее, 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 где можно выиграть шикарные призы, от души посмеяться и последить за жизнью нашего канала. А сейчас вот слева внизу появилась уже кнопочка подписки и справа интересные видюшки, которые вот самые-самые свежие, самые интересные. Нажмите обязательно, посмотрите, что же там происходит. С вами Александр Петров. Увидимся с вами на полях виртуальных сражений. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok